Всем привет! Я Саша, и как вы уже поняли из названия этого видео, сегодня мы поговорим о самой удивительной и спорной машине Илона Маска. Ровно три года назад Tesla показала этого зверя. Убийцу гиперкара Roadster 2. Если бы сроки не съехали, то уже на днях или даже раньше первые покупатели получили бы свои автомобили. Но задержки это в стиле Tesla. А пока Илон продолжает подогревать интерес публики новыми подробностями. Я начал собирать факты, мнения и расчеты экспертов и пришел к выводу, что когда Roadster поступит в продажу, покупатели получат не то, что им обещали. Он будет намного, намного круче. Давайте обо всем по порядку. Дизайн и технологии. У всех моделей Tesla привлекательный дизайн, но Roadster выделяется среди них и, на мой вкус, достоин первого места. Опираясь на слова главного дизайнера Франца фон Хольцхаузена, будущая серийная модель будет более классной, чем представленный концепт. Минималистичный и практичный. Аэродинамический дизайн идеально сочетает в себе производительность и убийственно красивый внешний вид. Автомобиль получит съемную панорамную крышу, которая помещается в багажник. Дизайнеры также отказались от ручек и хотят отказаться от зеркал заднего вида, установив вместо них камеры. Вообще автопроизводители обязаны устанавливать зеркала, но Илон намекнул, что собственники машин никому ничего не обещали. Мы также знаем, что компания подала заявку в национальное управление безопасностью дорожного движения на трассах на замену зеркал на камеры. Ну и, конечно, Roadster определенно будет таким же высокотехнологичным, как и его родственники, если не больше. Например, в Model S ручки выезжают из двери. Но, конечно, Roadster должен быть еще лучше. Чтобы открыть дверь этого революционного электрокара, нужно совершить ряд движений, похожих на разблокировку телефона на основе отпечатка пальца. Огромный изогнутый дисплей медиа-центра. Футуристичный руль, про который эксперты в один голос говорят, что до серии он не доживет. Также есть информация о патенте Tesla, согласно которому очистка стеклянных поверхностей будет происходить за счет лазерных лучей. Что? Как это было с Model X, в Roadster впихнут все новые фишки и технологии, которые есть у компании. Производительность и ускорение. После презентации автоиндустрия еще долго обсуждала Roadster с его невероятным крутящим моментом в 10 тысяч ньютон-метров. Чтобы справиться с такой мощью, Roadster получит полный привод и будет оснащен технологией векторизации крутящего момента. Крутящий момент будет динамично распределяться на каждое колесо, улучшая управляемость и повышая эффективность передачи мощности, что делает Tesla очень устойчивым автомобилем. Ожидается, что Roadster получит более совершенное программное обеспечение, чем у большинства гиперкаров с двигателем внутреннего сгорания. Максимальная заявленная скорость чуть более 400 км в час, но смею предположить, что эта цифра может вырасти. Самая разрекламированная особенность Tesla Roadster это его головокружительное ускорение. В базовой версии он разгоняется от 0 до 96 км в час всего за 1,9 секунды, а четверть мили проезжает за 8,8 секунд. Это, конечно, быстрее любых Ламп, Макларенов и Бугатти. Но круто это было до сентября этого года, когда Илон представил Tesla Model S Plaid с разгоном от 0 до 96 км в час меньше, чем за 2 секунды, и четвертью мили меньше, чем за 9 секунд. В следующем году Esco Plaid станет самым быстрым серийным автомобилем в разгоне до сотки и уж точно на четверть мили. Получается, Roadster придется конкурировать уже не с Бугатти, а с родственным пятиместным полноразмерным седаном. И характеристики у него должны быть гораздо внушительнее, чем у Esco. Что напоминает мне про комплектация SpaceX. В максимальной комплектации Roadster будет оснащен двигателями SpaceX. Изначально многие считали это лишь очередной шуткой Илона Маска, но он подтвердил, что машина получит небольшие ракетные двигатели. Речь идет не о классических ракетных или реактивных двигателях, а о COPV двигателях, которые будут придавать ускорение электромобилю за счет воздуха под высоким давлением, выходящего из баков в нужный момент. Но они будут использоваться не только для ускорения, а в том числе и для торможения и увеличения прижимной силы для лучшего сцепления с дорогой. И возможно даже для полетов на короткие расстояния. Ну, по крайней мере, так говорил Илон. Я не совсем уверен, как это все будет выглядеть в серии, но с десятью двигателями будет сложно конкурировать. Недавно я смотрел видео, где физик решил рассчитать, какой будет разгон у Roadster в комплектации SpaceX. Он высчитал, что автомобиль будет весить около двух тонн и, прибавив к базовой мощности тягу десяти ракетных двигателей, получил ровно одну секунду при разгоне от нуля до девяносто шести километров в час. Одну, Карл! Вообще вышкой будет выйти из одной секунды. Хотя бы в девяносто девять сотых секунды до сотки. После всего вышесказанного предлагаю окрестить Roadster первым и единственным в мире мегакаром. Батарея и запас хода. На момент анонса емкость батареи должна была составлять 200 киловатт часов, а запас хода тысячи километров. Это в два раза больше емкости топовых электромобилей, а запас хода в два раза больше типичных гиперкаров. Но это было в далеком 2017 году, когда о батарейках 4680 даже не задумывались. Возможно, емкость останется на том же уровне, а вес уменьшится. Но могу предположить, что запас хода вырастет. Но и о страхе многих экспертов о перегреве аккумулятора можно не волноваться. В 4680 эту проблему решили. Производство и сроки. Ожидается, что выпуск Tesla Roadster начнется в 2022 году и будет ограничен партией в 10 тысяч автомобилей в год. Я думаю, что после того, как покажут серийную версию, авто раскупят на годы вперед. В мире довольно много людей, которые могут позволить себе автомобиль за 200 тысяч долларов. Кто-то же покупает Bugatti Chiron за 3 миллиона, а он проигрывает Roadster по всем пунктам, кроме максимальной скорости. Разумеется, комплектация SpaceX будет стоить дороже, но это того стоит. Вероятнее всего, она все еще обойдется в разы дешевле большинства подобных гиперкаров. Ferrari, Aston Martin, Lambe, безусловно, все эти машины абсолютно фантастические. Но хоть один из этих брендов побывал в космосе? Я даже не буду вас спрашивать, что бы вы выбрали, а просто попрошу написать в комментариях все ваши влажные фантазии на тему Roadster. Не забывайте подписываться на канал Илон Маск. С вами был Саша. Скоро увидимся.